всем привет дорогие мои с вами валентина бьюти и сегодня я вам расскажу о том как я познакомилась со своим мужем дело в том что как ни странно некоторые люди спрашивают у меня как же я познакомилась со своим мужем и сейчас я думаю я вам об этом расскажу дело происходило в тюмени городе где я училась в университете и в то время как я была на пятом курсе мне уже нужно было начинать писать диплом был день геолога по моему это первое воскресенье апреля я помню что у меня особых планов на этот вечер не было и я собиралась делать что-то по учебе но тут неожиданно моя одногруппница решила позвать меня пойти отмечать в бар день геолога свой будущий профессиональный праздник но дело было в том что у меня практически не было денег на тот момент я как всегда очень много денег трачу на свою косметику на какие-то свои уходовые средства и в тот момент я была вообще не готова идти в бар отмечать что-то тратить последние деньги грубо говоря но в итоге она меня все-таки уговорила я решила ну ладно было не было если что думаю может мне кто-нибудь из друзей на время одолжит там пару дней до так скажем до зарплаты я помню у меня тогда были длинные черные волосы я сделала кератиновое выпривление волос буквально пару дней из-за этого волосы были красивые длинные я надела черное платье надела ужасные просто ужасные туфли которые мне очень сильно как-то сдавливали ногу я не знаю не были по размеру фиксировались на ноге просто прекрасно но почему-то они были настолько неудобны что ходить в них больше чем часа полтора-два было просто невозможно в общем вся такая нарядилась поехала в бар приехали мы в бар под названием индейуса я не знаю я думаю сейчас до сих пор есть этот бар в тюмени и в итоге в общем то мы танцевали с моей однокрупницей ничего не предвещало что случится что-то интересное было как всегда в этом баре очень много народу просто все постоянно как-то в прижимку кто-то куда-то ходит я еще в своих неудобных туфлях постоянно люди проходят мимо как-то я не знаю все время кто-то проходит все время как-то не потанцевать нормально не получается и в общем-то я устала в какой-то момент решила присесть на стул посидеть моя одногруппница танцевала рядом и в итоге я уже честно говоря было не в состоянии терпеть это сдавливание туфлей что я очень хотела домой на самом деле тем более я не очень-то люблю танцевать когда очень много народов заведений потому что я люблю чтобы вокруг меня было пространство а там в тот день впрочем как и всегда было очень много людей вокруг и как бы ну не хватает мне пространство чтобы танцевать махать руками своими своего будущего мужа я увидела как раз таки в баре я увидела его он стоял возле своего столика и как-то мне показалось что он как-то смотрел на то что происходит в баре и не замечал меня в общем-то на этом так как бы и все на какое-то время когда я сидела на стуле у меня жутко уже болели ноги я очень хотела поехать домой но слава богу моя одногруппница еще хотела танцевать я решила что ну ладно хорошо я немножечко посижу отдохну может быть потом еще потанцую может потом снова посижу отдохну и в итоге подходит ко мне джордан моего мужа кстати зовут джордан и подходит ко мне джордан и протягивает телефон где написано вы должны танцевать но я честно говоря сначала не обратила внимание что он мне это не сам сказал а протянул мне телефон где-то было написано я такая думаю но может быть это потому что музыка очень громкая мало ли иногда очень трудно там стоять как-то орать переговариваться с друг другом и я не заметила что он не это все написал в google переводчики я такая посмотрела думаю вы должны танцевать ну и ладно он на меня посмотрел и ушел вот и получается потом я решила ну ладно раз я должна танцевать я потанцую как-то мы танцевали немного в разных местах потом как-то мы оказались танцующими близко друг другу вся эта толпа народу вокруг как бы очень тесно очень жарко и когда мы стали танцевать с ним вместе это как-то так непроизвольно получилось он просто ограждал меня от все это от всей этой толпы которая ходила туда сюда обратно мы танцевали с ним вдвоем и вот он просто никому не давал меня как-то там проходящим уходящему как-то задеть толкнуть а народу действительно было очень много в итоге какое-то время мы потанцевали моя однокрупница захотела домой ну естественно уже было поздно я не знаю уже наверное было часов пять я была сама очень уставшая и мы поехали домой а перед этим я еще помню что он мне написал ну и в течение того времени как мы танцевали он меня спросил ты говоришь по-английски я уже тогда заметила что он мне написал это в гугл переводчике я такая ему говорю нет ну немножечко я могла говорить ну совсем как бы немножечко и мое знание английского честно говоря было на ужасном уровне я в школе учила немецкий поэтому я очень хорошо разговаривала на немецком а английский мне как-то был неинтересен я ему ответила что нет я не говорю и уже тогда до меня дошло что он наверное не разговаривает по-русски но у меня еще в душе конечно такие сомнения это или что может быть это какой-то прикол в итоге когда моя подружка уже захотела домой он у меня спросил в гугл переводчики и там была такая фраза не хотите ли вы со мной пообедать я такая смотрю обычно приглашают поужинать джордан меня пригласил пообедать и я подумала ну почему бы и не пообедать в итоге я написала ему свой номер и мы с подружкой уехали на следующее утро я просыпаюсь и у меня смс привет это джордан мы с тобой познакомились вчера я я еще получается не успела проснуться он мне уже написал я такая ну ладно я ему писала по-русски практически все первое время ну и как-то так гугл переводчик нам очень сильно помогал через день где-то в понедельник это было по моему мы встретились опять то есть познакомились мы в баре ночью в пятницу потом в субботу мы получается провели вечер день порознь в воскресенье мы встретились опять джордан заехал за мной и мы поехали в кафе это было мохито я так помню честно говоря общаться было очень сложно где-то что-то он мог выучить немножечко поговорить со мной на русском где-то что-то я могла ему сказать если мы друг друга как-то не понимали то нам очень-очень сильно помогал гугл переводчик спасибо всем кто изобретал гугл переводчик честно говоря свидание проходило довольно тяжело потому что он мне нравился я ему нравилось но довольно трудно было общаться тем не менее мы хорошо проводили время несмотря на какой-то и языковой барьер потому что если даже где-то у нас разговор не складывался то мы показывали друг другу сообщение вот такая вот необычная история но как я знаю не у одной меня такая история после этого свидания мы встречались каждый день где-то он учил русский в основном в iMessage мы переписывались на русском языке иногда у нас были какие-то недопонимания связанные с тем что переводчик переводит не совсем корректно где-то какие-то нюансы приходилось уже как-то уточнять но в итоге после этого в течение месяца мы виделись с ним каждый день Джордан у меня работал в то время в Шлюмберже и он приезжал в Тюмень на тренинг после того как тренинг у него закончился он решил не уезжать сразу а остаться еще на несколько дней то есть благодаря мне его пребывание в России продлилось еще наверное дня на 3 на 4 дольше он остаться не мог потому что ему нужно было уезжать на новую геолокацию и начинать работать на новой геолокации мне конечно очень трудно было провожать его в аэропорт как-то он мне сказал что перед тем как он улетит он мне что-то скажет и что когда я выучу очень хорошо английский язык что я это потом прочитаю и пойму что он мне говорил честно говоря я не думала что он вернется вообще я думала что он едет и как бы работа у него начнется у меня начнется диплом и что вряд ли мы будем дальше общаться но тем не менее я поехала провожать его в аэропорт я помню он обнял меня на прощание и вот какую-то свою заготовленную речь стал мне говорить на ухо я помню я в тот момент как-то плохо понимала что вообще что он вообще говорит но это было довольно эмоционально он ушел на регистрацию и потом на досмотр и я получается поехала обратно к себе в общежитие честно говоря я села в такси и у меня как-то слезы полились что ли ну я думала что на этом в принципе и все но нет он уехал он никогда не переставал мне писать он мне звонил каждый раз там с добрым утром каждый раз писал мне спокойной ночи и в итоге так мы общались примерно до начала июня и потом он мне говорит это не хочешь съездить в израиль ну и я такая думаю почему бы не съездить то есть с начала мая и до начала июня мы все это время общались текстовыми сообщениями потом получается мы решили съездить в израиль я тогда уже получила диплом и я была готова ехать отдыхать это в принципе так все хорошо совпало что и у него как бы такие мини-отписки каждый раз и у меня тут все закончилось мы поехали в израиль мы очень хорошо провели время купались отдыхали смотрели новые достопримечательности еще даже перед израилем он мне как-то написал а ты не можешь приехать в америку и я ему просто отвечаю что нет я в америку приехать не могу потому что я сейчас не учусь не работаю виза сама себя не сделает и даже если я буду подавать документы на визу то вряд ли мне ее дадут и он не написал ну может тогда я на тебе женюсь а я такая то все читаю думаю да как бы странно вроде как бы это предложение вроде как бы ну какое-то вообще ненормальное что нам не собираются жениться только только потому что я не могу приехать ну в общем ладно так я думаю что за ужасное предложение в итоге когда мы встретились в израиле мы хорошо провели время поговорили о том что может быть возможно зарегистрировать так сказать наши отношения здесь в америке сделать визу и решили что будем рассматривать этот вариант после израиля где-то наверное месяца два или три я не видела джордана и после этого мы уже встретились в малайзии в малайзии мы провели около трех недель это просто это просто была незабываемая поездка это было очень круто страна очень классная и всем ее советую для посещения если вдруг кто задумывается куда вам поехать и уже в малайзии мы поняли что надо начинать собирать документы мы решили делать визу невесты кейван и это все конечно же заняло очень долгое время в общем где-то месяца два джордан работал потом у него был отпуск недели на две на три и мы ездили постоянно через каждые два-три месяца отдыхать вместе куда-нибудь в новую страну потом джордан получил визу в россию он приезжал в россию мы встречались в москве ездили к моей маме ну и в общем-то все это время наших отношений прошло в путешествиях очень все было романтично очень всегда все было красиво все эти путешествия или никогда в жизни не забуду и он меня всегда носил на руках как принцессу в течение наших отношений наших путешествиями также собирали документы работали с юристом который нам помогал потом мы прошли интервью вместе и уже тогда когда мне дали визу мы уже стали думать о свадьбе ну и естественно то что очень большие расстояния между нашими странами очень сложно получать визу мы решили что у нас не будет свадьбы огромный такой мы просто сделали маленькую свадьбу для себя пригласили наших друзей из сетла и отметили нашу регистрацию большой красивой свадьбы конечно хотелось бы но когда я подумаю сколько всего всяких документов переездов перелетов нужно сделать моим или его родственникам и друзьям то естественно я решила что нет свадьба красивая хорошая это не рационально я даже представить не могу как сложно было бы это все организовать свадьба наша проходила в зале суда это было так классно так романтично честно говоря я вот просто лучшей свадьбы и не желаю потому что во первых все было необычно не так что я такая как матрешка в свадебном платье в таком огромном пушистом и все это выглядит как-то по-деревенски а было так что красиво скромно и со вкусом ну и собственно говоря сейчас мы уже практически вместе три года мы решили нашу дату отмечать со дня нашей встречи это с 3 на 4 апреля ночь с 3 на 4 апреля и вот уже скоро у нас будет три года три года мы вместе где-то год и пару месяцев я живу в америке ну собственно вот так начиналось и продолжается наша история мы живем вместе в хьюстоне у нас все хорошо я ищу работу но это уже другая история но на этом пожалуй все всем пока подписывайтесь и смотрите мои новые видео субтитры сделал DimaTorzok и Субтитры сделал DimaTorzok